Привет! В этом влоге на Дибранс вы сегодня узнаете про лечение электрофорезом, парафином, а также массаж и грудничковое плавание. Привет, котенька! Привет, Заюзка! Ну что ты играешь, да? Мы ходим на парафин 2 недели, у нас 10 процедурных дней, 8 из них мы уже прошли. В прошлый раз мы курс проходили, нам было два с половиной месяца, после него мы, кстати, заболели ОРВИ, потому что, видимо, пообщались с ребятами, но у нее улучшилась физическая активность, сон и в целом массаж, парафин и электрофорез, естественно, очень хорошо благотворно влияют на организм, тем более в таком раннем возрасте. В этот раз нам уже 6 месяцев и 1 неделя, как только мы начали проходить этот курс. Ожидания от него тоже большие, потому что это должно, по идее, спровоцировать более ранние навыки, связанные с тем, чтобы встать на четвереньки, поползти, встать у опоры и дальше ходьба. Соответственно, на лето у нас план как раз этим и заниматься. На самом деле парафин, он выглядит очень нелицеприглядно, такая масса. Я еще когда маленькая была, уже ходила с родителями в нашей больнице, тоже на парафин, у нас санаторий-профилактория, областная больница. И там мне тоже маленькой делали такой парафин, я его любила. А сейчас вот на него смотрю, уже постарше стал, мне он не нравится. У нас идет курс, получается, на поясницу и на ножки. Это зона сапожков, то есть под коленкой. Впереди лето и очень много навыков нужно освоить. Буквально к августу, к сентябрю Ляся уже должна пойти своими ножками. Мы очень на это надеемся, потому что хотим, чтобы это лето именно было продуктивным для ребенка, чтобы он максимально много навыков освоил. Плюс большое количество времени собираемся проводить на даче, чтобы он дышал хорошим, полезным воздухом. Были хорошие инсоляции, то есть выработка витамина D, рост костей, рост зубов, потому что у нас нет ни одного зубика. Нам уже 6,5 месяцев, мы все еще их ждем. Поэтому курс парафина и массажа нам очень даже кстати. Именно завершить его в весенний период, до осени гулять смело, про вопрос поликлиник забыть. Еще у нас 17 мая идет вакцинация, четвертая прививка. Прививки у нас откладывались не по моим хотелкам, а по медицинским противопоказаниям к прививкам. В связи с этим выдавались медицинские отводы. Конечно, я изначально, наверное, не планировала делать все по графику, но как-то так получилось, что и здоровье ребенка тоже не позволяет мне претворить в жизнь, так скажем, национальный план вакцинации. Еще мы отправились на первое в жизни лясе грудничковое плавание. Я занесла для вас несколько видосиков с этого первого опыта. Нас похвалил инструктор, сказал, что Ляся не боится воды, не боится его, очень хорошо выполняет упражнения. И в целом она достаточно долго не утомляется, что говорит о том, что у нее высокие физические силы на выполнение различных упражнений. Мы с Лясей пытаемся взаимодействовать с водой с первых дней жизни, как только выписались домой. Кроме того, помимо того, что мы ее моем, я ее просто отпускаю плавать. Плавать в круге она, конечно, очень любит, но в последнее время ножки стали упираться в ванну, в связи с чем идет перенапряжение шейного отдела позвоночника и польза сомнительная уже от плавания в круге. А Ляся плавать очень любит. Поэтому мы пошли в центр Буль-Буль в городе Екатеринбург. Там есть два отделения, ванночки и бассейн. Ванночки для более маленьких деток, а бассейн, соответственно, для более больших. Центры грудничкового плавания эти известны по всей стране. У них есть много филиалов. Мне понравилось, что там небольшое количество справок требуется. Также первое посещение нам обошлось абсолютно бесплатно. Если бы я купила многоразовые трусики для купания, то они бы ушлись мне еще бы дешевле. Но мне так пришлось купить одноразовые трусики для купания за 150 рублей. Вот единственное, за что я заплатила. С нами занимались 20 минут. Это был исключительно массаж. Такой поглаживающий, специально для разогревающей, для занятий в ванночке. Дальше 20 минут купания. Но в зависимости от того, как ведет себя ребенок. Наш ребенок полностью всю нагрузку потянул. Это значит, что он очень подготовленный. И все будет хорошо, и мы дальше будем заниматься с удовольствием. Так как в нашем городе совершенно нет ни одного центра грудничкового плавания, что странно, потому что у нас два больших бассейна на город. Но с грудничковым плаванием беда. Поэтому мы приехали при бабушке, и в ее городе нашли вот этот центр. Когда будем приезжать в гости, заранее будем записываться и искать время для того, чтобы позаниматься с малышом. Все так же, поскольку три вагу при другом. Нет, не прочь, любимая. Нет, не прочь. Давай, заплывем и отдохнем. Повем, повем. Повем, повем.